всем привет эта история будет от подписчицы чтобы для вас эта история была примером как можно себя повести в вашу какую историю можно попасть сделать для себя какие-то выводы к сожалению или к счастью я сама для себя еще не решила напишите как вы думаете к счастью или к сожалению тема домашнего населения в принципе в Турции очень актуальна и важно последнее время очень часто на моем канале всем всплывают я считаю что в принципе о любом насилии чем-то подобным нужно открыто говорить освещать это неприятные моменты но умалчивать это нельзя потому что информация это ключ к спасению ключ для жертвы для того чтобы понять что с тобой происходит оценить не в порядке не окей ты не нормально второе поеду например из истории который сегодня будет почувствовать что не страшно что-то менять или убегать себя нужно спасать заниматься с собой своей жизнью и говоря об этом открыто да это как бы негативно кажется что ну так много насилия вокруг зачем об этом говорить вы все равно ничего не поменяете меньше насилия не станет да но эта позиция не замечать плохое вокруг эта позиция труса это прятать голову в песок делать вид что ничего не происходит но у меня уже просто почему больше этих видео про насилие назовем так домашнее абьюзивное какое-то какие-то отношения и все вот это почему и стало больше потому что я стала больше об этом говорить на канале и появляется больше людей девушек которые перестают бояться говорить об этом и делятся своими историями как автор сегодняшнего письма чтобы и для других это послужило уроком и вы не попали в такую ситуацию как которая оказалась она сейчас я зачитаю ее письмо вы там по ходу разберетесь потом немножко в конце уже это обсудить здравствуйте галина хочу вас поблагодарить за ваш блог на вас всегда очень приятно смотреть и слушать я смотрю вас 2022 года и ваш опыт и истории других женщин они очень помогают мне спасибо вам большое вот и я решилась вам написать попросить совета или помощи в моей ситуации ситуация у меня очень непростая я вышла замуж в октябре 2022 года за турка или не знаю все таки родом он из тунджели сейчас он живет в измире в сефире хисары поначалу все вроде бы шло нормально все было хорошо мы назначили день свадьбы и назвали мы позвали мою дочь на торжество она прилетела но после начались проявления какой-то агрессии недовольство провокации на скандал он употребляет алкоголь практически каждый день в доме стали появляться постоянные какие-то гости выпивки они играли свою турецкую игру окей а я по его мнению должна была им готовить помогать что-то делать ухаживать мои интересы его совершенно не интересовали знаете что я хочу сказать что вот в этот момент уже надо было как бы после драки кулаками не машет но все равно но ты тот когда систематически какие-то его друзья с алкоголем надо было уже на самом деле тогда поднимать эту тему если друзья с алкоголем систематические не заканчиваются ноги в руки и бежать оттуда то есть разбираться зависимым человеком аддикция зависимость неважно какая у него алкогольная нет смысла вы его не лечите вы его не спасайте вы мне надо им заниматься даже если это ваш любимый человек втягиваясь в его зависимость вы становитесь со зависимы и на человека зависимости клюется изначально спасатель созависимый которому самому надо зависеть есть прекрасная книжка спасатели спасать спасай или спасать спасать или спасаться почитайте ее пожалуйста там все про это про созависимых все написано уже давным-давно книжка очень старая то есть те к тому что назовем не в прямом смысле ну человек который спасает живет созависимых отношениях зависимым человек он сам не здоров однажды приехали его родственники из тунжели и он был ко мне очень дружески расположен мы шутили смеялись он всегда говорил все всегда готовил в тот момент сам ему стукнула какая-то моча в голову пардон и у него был приступ ревности он накинулся на меня и начал душить потом это повторялось уже несколько раз чуть что он сразу хватается за горло моя дочь кинулась мне на помощь в тот момент но он вытолкнул меня из двери дома и со словами нач москов свое время он жил в германии и работал в социал-демократической партии германии мы на самом деле иногда общались по-немецки с ним и я упала и в тот момент я окончательно поняла что с этим человеком жить дальше просто нельзя но я надеялась получить внж так как возвращаться в россию мне конечно же в таких обстоятельствах не очень хотелось из-за этой ужасной политической ситуации да и вообще в турции был неплохо тогда я могла не разговаривать с ним несколько дней часто я уходила гулять куда-то чтобы избегать его на море я просто обожаю море она меня успокаивает и он тоже на следующий день уже начинал заискивать передо мной извиняться он становился услужливым внимательным добрым ко мне были случаи когда я пыталась выбежать на улицу но он меня тогда не пускал удерживал меня закрывал все двери в доме и не давал ключа он очень боялся людской огласки аипа и когда я начинала говорить о разводе с ним и адвокате он просто впадал в какую-то ярость и бешенство то есть я поясню сейчас да чуть-чуть остановлюсь что это все происходило она с ним расписалась и впи буквально в первые дни недели после брака не какой-то промежуток времени еще когда ее дочь летела на на бракосочетание и она наблюдала всю эту сцену в один момент он стала такой агрессивный выпивала мне кажется честно скажу как психолог что это была проблема с алкоголем и агрессии на самом деле еще и до брака прослеживаясь вы просто не хотели это наблюдать и не хотели это видеть не хотели с этим сталкиваться от себя как-то отгоняли это не так что один ключик он получил штамп в паспорте дальше что вы замужем с ними он типа другой стал такое есть на самом деле да когда вот так переключаются но на самом деле предпосылки есть всегда мы просто не хотим их видеть и он даже не впустил мою дочь домой когда она ездила с друзьями соседями в из мир и вернулась в 11 часов вечера правда вмешались тогда соседи и он сразу же открыл дверь как ни в чем не бывало все в было в порядке потому что соседи могли его короче он боялся соседи да он очень не хотел чтобы мы общались с турецкими людьми всегда говорил какие-то гадости о турках что они всегда врут им нельзя доверять хотя сам он постоянно изворачивался и подло врал ну конечно переначивание он все что себе думал как он есть на самом деле переводит по жизни на всех остальных у него он не виновата все виноваты все плохие но не он много было разных неприятных ситуаций я не буду все это описывать в подробностях но последний случай просто поставил окончательную точку в очередной раз ссоры и агрессии на крики прибежал парень сосед и в итоге мой муж набросился на него и избил в этот момент моя дочь начала все это снимать на видео парень ушел но он продолжал выкрикивать непотребные слова ругательства ударил меня по щеке схватился за нож в тот момент но дочка продолжала все это снимать тогда он накинулся и на и нее пытался душить вырвать телефон из рук между ними прошла схватка я хотела вырваться на улицу с криками о помощи но двери а уже оказались закрытыми и тогда мы с дочкой побежали на второй этаж открыли окно и начали просто кричать о том чтобы люди вызвали полицию и все это происходило так быстро я честно говоря даже не успела заметить к дала ему отпор хорошо двинула и ему между глаз но и тут он быстро сориентировался и он сам вызвал скорую помощь якобы для снятия побоев которые нанесла ему моя дочь то есть они горали в окно в завете полицию он этот момент что вызвал себе скорую но не полицию в итоге его увезли в клинику потом приехала уже позже скорая полиция и нас забрали с дочерью в отделение а мы предоставили все видеоматериалы и на него тогда завели уголовное дело мы воспользовались правом чтобы он не подходил к нам в течение 30 дней вот это честно говоря было счастье кстати полицейские нам очень помогли периодически к нам приезжали домой спрашивали о наших делах мы с ними честно говоря даже подружились он так и не успокаивался на того натравил на грационную службу и когда они приехали мы им показали бумаги все документы и они были очень удивлены что мы мать и дочь и что вообще они в шоке были что он делает такие вещи пытался оклеветать мою дочь в общем срок пребывания ходил концу то есть это все в течение двух месяцев развивалась мы взяли билеты можно сказать просто сбежали с дочкой это было в январе 23 года ноябрь декабрь и январь очень хорошие люди турки и соседи нам помогли с вещами и даже отвезли на свой аэропорт огромная им благодарность можно сказать что слава богу эта история закончилась но у меня остался незакрытый гештальт так сказать меня внж кимлик и так и не получила и не успела найти адвоката к большому сожалению когда я была уже в москве он мне снова писал что потребует развода еще потребует от меня большую финансовую компенсацию мне не лично непонятно за что мне ужасно неприятно было общаться с этим человеком он страшный человек я просто заблокировала его везде на долгое время я очень сильно хочу развестись ним и забыть вообще этот кошмар как страшный сон возможно ли сделать развод не приезжая в турцию вопросительный знак очень надеюсь на вашу помощь и поддержку смотрите там сюда чуть было письмо я дала контакты адвокат хорошего по разводам здесь в турции по поводу развода не приезжая в страну знаете всегда через консульство вашей страны если вашей стране с кем вы там брать и есть консульство представительство вашей стране на родине вы всегда можете развестись через консульство подаете в одностороннем порядке через консульство да эта история подольше происходит но итог такой что у вас без встречи просто разводят и все там смотря как вас делить там что-то нужно нет ну вот в этом случае вашим делить там ничего не надо поэтому без проблем вас разведут я мне кажется знаете я могу это лишь мое предположение но про внж документы так далее она того не стоит подвергать свою жизнь опасности и даже если вы сейчас например с ним разъехались но не находились турции после бракосочетания три года у вас и вы можете получить паспорт турецкий на жительство жены оформить сначала потому через три года паспорт турецкий получать гражданство но при условии что с мужем живете они в россии вам нужно находиться в стране там есть даты там про выезды все это говорено в документах то есть это для такого брака никогда вас абьюз есть до документы вы можете оформить по сути до проверить свой брак нормальной совместной жизнью поэтому не вариант как бы турция кашеклассная страна но не того человека вы как бы выбрали да что мне хочется сказать отметить что видите во первых что вас было двое с дочерью это уже плюс вас была помощь поддержка а второе вот эти соседи турецкие я вот про это всегда говорила если вы не справляетесь вам страшно не бойтесь просить помощи пусть вам даже откажут но честно скажу что видимо он вообще в принципе человек с головой не очень все в порядке агрессивные выпивающие я думаю что эти соседи уже были им недовольны или пьянками которые он дома друзей там собирал шумом турки помалкивают да но даже шум какой-то посторонний все прочее они на это зуб точат как бы помалкивают ним это не нравится и у вас скажем так совпало недовольство им от соседей ваша ситуация и они поэтому вам помогали и как бы блага настроена к вам относитесь вошли ваше положение я рада что у вас так ситуация закончилась и как правильно выразиться да что вы вам удалось уехать у вас были деньги на то чтобы вы уехали вы молодец могу вас только поддержать и хочу чтобы эта история была примером для того чтобы девушки понимали просим о помощи говорим об этом открыто в этом нет ничего постыдного в абьюз может попасть абсолютно любой человек мужчины и женщины не важен его социальный или айкью уровень абсолютно только вопрос если человек здоров он быстро из этого выйдет и не будет подключаться к нездоровой этой игре если человеку самого проблема то она втягивается в абьюз и сидит в нем мучается страдает спасает там неважно какая у него роль но он в этой каше поэтому угодить может каждый задача вовремя с этого соскочить уйти распознать не затянуться любовь равно более как невротик мучиться страдать и понимаешь это неуке и не нормально то что происходит любовь про любовь должна быть по любви никогда тебя бьют унижают оскорбляют издеваются над тобой или делают тебе больно что вы думаете по этой истории что вы думаете по этому поводу вообще ваше отношение к домашнему насилию вообще встречались ли вы с этим когда-то или нет пишите пожалуйста в комментариях особенно если ваш опыт связан с турции это очень полезно куда обратиться чем заняться у кого что это можно спросить какие вот заняться в плане стратегию какую-то поведение простроить очень полезная информация будет спасибо за ваше внимание жду ваших комментариев в инфобоксе остается моя почта на которой вы можете прислать вашу историю для канала на ютюбе чтобы я вот так анонимно и зачитала дала какой-то разбор или вы можете записаться на персональную консультацию ко мне как психологу спасибо за внимание скоро увидимся всем пока